Значит, дело такое. Сегодня у нас воскресенье. Мы так, без батюшки-то другой распорядок. В 11 началось у нас занятие. Служба прошла благополучно и согласились поехать в Урыбку. Это где-то больше 10 километров примерно. Уехать нормально, это нормально было. И решили солодку попутно, как не работает, а вроде бы какие-то овощи добываем. Ну и вот только мы поднялись на бугорта туда, а Володя и говорит, Пачченко, а вот сбоку-то ягоды тут, да и вот самое поле тут, куда ехали-то. Я говорю, то стоп-машина. Я говорю, там в газели был. А что, я останусь здесь, вы без меня обойдетесь, а я без вас ничего не потеряю. Так я как-то временно копаю сколько, вы вернетесь, у нас будет уже солодка в руках, корень солодки. Да как, я говорю, ладно, езжайте-то. Только я начал там копать, ну, корешка 4-то уже есть там, есть. Вот, гляжу, весь горизонт затянуло, ого, а я обычно такой рубахе, такая крепкая, а тут надел тоненькая такая, ну, воскресенье, то другое-то. Гляжу, туча идет, что же делать-то? Палатки нету, закрыться нечем, а тут, как это, землю-то тащили, бульдозер-то такие рытвенные, рытвенные, а у меня еще с моими-то коленями, это я. Да, главное, везде разбираюсь, а следующая рытвенная, я с нее поднимаюсь. Куда деваться, я гляжу, на втором мосте, где там внизу кусты, вырубили, но они небольшие кусты. Если распрямить, ниже потолка, но это все-таки, кое-как спустился туда, довольно круто, прямо градусов, наверное, под 60, и там два каких-то бревешка такие вот. Я начал, что делать, мешки такие, там остались, вот я эти мешки начал смотреть, на голову надевать, задыхаюсь. Я снял мешок, думаю, тут меня не найдут они, а я уже половина, считай, прошел этого моста на втором мосте, главное озеро это. Ну и дальше-то, я его и так прямощу, да еще выходил Володя, меня сунул аппарат, зачем он мне его дал, я его не снимал, а теперь мне его спасти надо, я-то не размокну, а аппарат-то как? Да и чувствую, я, честно сказать, телефон. Вот я его тот боком, то второй, держу там второй мешок, я второй его сдувать, как он большой был, а тот сбоку. Вот пощупай, спина не вся, наверное, мокрая, да? Ну, влажная, хорошая. Вот так. Ну и дальше, чувствую, что погремел гром, молния, я там все сижу. Уже начинают меня, ну, кого там, тоненькие прутики там по пальцу, вот такие вот такие. Ну и меня потянуло наверх, посмотреть погоду. Там идет дождик маленький, а тут уже идет, но не такой. Я вылез, а глина, это все. В глине иду, а вот она, это носок мой вылазит оттуда. Вот она, нога моя. Видишь? Не видать, да? Видать, видать, видно, видно. Ну вот она, вот она, вот это мой носок. Да хотел без носка, думаю, да и надену. Это хорошо, что надели, а то мы не спадывали. Ну и поволокся тогда посередине маленько трава, то и на эту сторону перепрыгнул, то на эту. Дошел до первого мостика и смотрю, где там удобнее пробраться-то. И там течет, и там, и тут камушки торчат, где я ворвусь. Я кое-как это приезжал к себе с одного камня на другой, на колени-то. Они у меня как бы больные, а тут еще и болезни никакой нету. Я все-таки перелез. Наверх я поднимаюсь, фух, куда идти теперь? Прямо по дороге или свернуть через лагерь? Гляжу, там что-то мелькает, а свет у них есть. Ну и так кто же едет-то? О них я не подумал. Ну и я на Гугре-то встал и караулю. А они вылазят, а когда вылазят-то, не может, я затянула обратно. Он второй раз едет, Сергей, опять никак. На левую сторону зашел, оттуда никак. Ну а я стою, смотрю. Ну и когда они уже вылезли, наверное, сказали, ну и меня поздели. Ну а дальше все по-хорошему. Я думаю, сразу и едем, а я и говорю, смотри, как Левова Толстого, кавказский пленник-то. Он когда его уже из плена-то взяли, когда он бежал, а он вспомнил, мать говорила, тут я тебе невесту подыскала. Он говорит, вот теперь и женился, считай, в плену побыл. В подземелье-то. Жили мы костыли. На костыле там и остался, за большую сумму-то и-ка выкупили. Вот все это на память-то идет, думаю, поехал, накопал, вернулся. Замечательно. А так-то скучно было бы. А так все как надо. И воскресный день, я там сижу под кустами-то, молюсь. На дорогу вышел, молюсь. Эти едут, молюсь, а снимать ничего не снимал уже. Почему-то снимают, дождь у меня ботинки снимает. А то не ботинки, а то... Вот оно, видишь, как... Чудо-чудо. А то я пальцы туда вытягиваю. Вот, видишь, даже никак не могу показать. Вот это уже палец непосредственно. Ну и вот мы дома. А те-то, я не знаю, как они теперь будут. Но они двое. Я не знаю, как у Константина машина-то. Обе ведущие. Полные, четыре. Ну, там у них два варианта. Не выезжать. Дождать-то, когда пересохнет, там через неделю поживут пока. Либо друг друга вытягивать. Ну, сколько там. Ехать сюда, я не знаю, у них есть, нет, тросик-то. Одного другого тащить-то. Ну все, помолимся, что мы добрались, а их ждем. Это воскресное приключение у меня сегодня. Нет, до того мне весело. Даже еще иду. Солнышко подогревает. Дождя почти совсем нету. Я один на всю округу. Иду, вышаги, два мешка. В доме, где-то трава там, по траве вырвала опять глина. Ну, я не знаю, до того мне весело. Прокатились. А Сергей машину ведет хорошо. Я, ну, если только не торопись, чтобы у нас там же высокий, дамба-то, глиняная-то. Иначе нас кувыркнет туда. Ну, вот так и дело. Едет там, подбрасывает. Ну, все-таки, прям дождь прошел. Все эти рытвины заполнены, но уж как тут свернули на деревенскую дорогу, тут уже камушки пошли. А тут уже по дороге мурава. И вот мы перед вами. Слава Христу. Что нам теперь с нами делать-то? А мы тут интернет настроили, теперь он безлимитный. Как так? Ну, вот теперь... Здесь только безлимитный? Только здесь. А чтобы у вас стало, надо кабель провести до вас. Не будет этого. Либо через это бросить, либо под землей. Не надо, ладно. Но это сэкономит. Вы сколько платите за интернет? Сколько я плачу? В прошлом году там, допустим, 860, к примеру. А нынче, блядь, закатили больше тысячи, и меня еще отключили. И там... Да. Она по высшей шкале, да еще добавила. Я не знаю, спросить надо, позвонить. Но я думаю, что переживать буду, когда узнают. Я не люблю вот эту плату. Я уж как-нибудь... Помаленьку. Ну, что, хлопцы? Три часа. Еще не готовы, Игнать Тихо. Нету трех? Нет, еще не готовы. Можно подождать? Еще и надо. Сколько нужно подождать? Ну, хоть полчаса. Полчаса подождать. Ну, должно же никакой нету. Я думал, идти на прополовье через Лох, через лагерь детский. И тогда иду. Ах, гляжу, обегают, там едут-то. И они меня не бросили, взяли. А мы вас-то потеряли? Мы же высаживали, когда ехали туда за мостиком. Поэтому мы... Еще потеряли? Мы вас в поле-то не видели. Потеряли. Весь. А-а. Когда возвращались. Вы ехали, там думали, что я где-то вылезу. Мы думали, мы же высаживали за мостиком вас. На сигнале видели? Но мы там сигнал не работал. Ну, я оттуда вылез, дождь-то начался. Да, вот мы тогда, когда вы вылезли, и заметили вас. Мы смотрели, никого нету уже. Ну, ехали медленно, смотрели. А потом видим, мешок бело-залекал. Бело-мешок. Да, в льму, наверное, там, далекее. И поехали. Ну, только он крылья, что ли? Ну, видно, что-то такое-залекало. Все возвращает, вообще-то надо. Пойду просыхать на стол.